Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Какие возможности она открывает и как необходимо строить свой бизнес? На эти и другие вопросы ответит наш финансовый эксперт Айнура Заурбекова. Предпринимательство – это процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью. А предприниматель – это человек, который затрачивает на это все силы и берет на себя весь риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым. В практике в консалтинге деятельности мы очень часто сталкиваемся с тем, что очень много вопросов задают, с чего начать, вообще в какой сфере начать работать, какую услугу мне запустить, какие расходы у меня могут быть, а где я могу получить меры поддержки. Может быть, государство как-то поддерживает, может быть, есть какие-то альтернативные источники. И этот вопрос самый первый – что мне начать делать в своем бизнесе? Иногда я воспринимаю его, как будто это люди перекладывают на меня ответственность, потому что, ну, ребята, я вас первые пять минут вижу, как я могу вам сказать, каким бизнесом вам надо заниматься? И любой человек, который вам с уверенностью рекомендует какой-то бизнес, ну, я бы не стала доверять этому человеку. Обычно в таких случаях я говорю. Есть такой очень прекрасный инструмент анализа, он называется свод-анализ. Это таблица из четырех матриц – возможности, риски, угрозы, силы и слабости. Я предлагаю человеку, который планирует начать свой бизнес, расписать всю свою текущую ситуацию по вот этим четырем матрицам. И когда он по этим четырем квадрантам распишет свои возможности, свои силы, слабости, возможности и угрозы, тогда у него уже будет какая-то, и у меня, как у его, возможно, его там, консультанта или просто человека, который готов ему помочь, будет какая-то исходная информация для того, чтобы понять, в чем он хорош, какие у него конкурентные преимущества, где его слабые места, чтобы их можно было усилить, и, по крайней мере, понять, каким бизнесом он может заниматься. И они обычно, но сразу хочу подчеркнуть, не все возвращаются с заполненной таблицей. И тогда я понимаю, что предпринимательство – это больше от не того, какие у тебя желания есть и возможности, но это тип мышления. Слово «предприниматель» вообще от слова «предпринимать», то есть «действовать». Чаще всего обычный человек от предпринимателя отличается следующим – своим мышлением. Он думает, принимает решение, потом обратно скатывается в «думать» и опять принимает решение, и так до бесконечности, потому что он все время ищет идеальное решение, идеальное время, идеальные условия. Но идеального решения, идеальных условий, идеального времени не существует. Предприниматель, он иначе устроен, он думает иначе, он подумал, принял решение и предпринял какие-то действия, поэтому он и предприниматель. Да, возможно, это действие не принесет ему прибыли или, наоборот, даст какой-то не очень хороший результат, Но, по крайней мере, у него уже есть результат. И он уже будет знать, он уже будет двигаться дальше. Он не будет терять это время на бесконечное ободумывание, передумывание и что-то ещё, сохраняя при этом энергию и определённый настрой. Поэтому, когда человек приходит уже с готовым свод-анализом, мы смотрим, какие у него возможности и предлагаем сделать ему диагностику бизнеса. Насколько я знаю, у нас практически очень мало предпринимателей делают такую диагностику. Тогда я предлагаю посмотреть, допустим, на своих детей. Если ребёнок хорошо развивается или растёт, или у родителей есть какие-то перспективы на него, они видят его способности, они примерно подполагают, в какой сфере ему лучше заниматься. Если детям мы уделяем такое внимание, это же наше будущее, это наша гордость, это наша любимая дочьада, то и к бизнесу нужно относиться точно так же. Даже бизнес можно диагностировать. И тогда это позволит вам понять, в каких направлениях и куда нужно прикладывать усилия. После диагностики бизнеса мы уже тогда начинаем разговаривать и определять целевую аудиторию, то есть кто может быть потенциальным клиентом. И стараемся выбрать ту нишу, которая более платежеспособна, чтобы доходы уже были какими-то интересными и была мотивация хорошо работать. После определения целевой аудитории мы говорим об их продуктах и услугах и определяем, в чём же их конкурентность, конкурентноспособность, потому что чаще всего бизнесы во многом схожи. И вот, например, когда я спрашиваю многих предпринимателей, вы можете сходу назвать три конкурентные черты, которые отличают в лучшую сторону ваш бизнес от вашего конкурента, и из-за которых клиент пойдёт именно к вам, а не к вашему конкуренту. В этом момент у предпринимателя начинается такой ступор, скажем так, да, и он только начинает задумываться. После того, как определяются конкурентные какие-то преимущества, уже тогда потом можно говорить о каком-то продвижении на рынок. И даже в этом случае мы говорим, а давайте мы не будем сразу продвигаться на рынок, давайте мы попробуем протестировать. Сейчас социальные сети очень хорошо позволяют тестировать рынок, ожидание и потребности покупателей, его платежеспособность, без закладывания каких-то, затрачивания определённых ресурсов. Создайте аккаунт в Инстаграме, выставьте там свою продукцию, товар или услугу, и запустите таргетированную рекламу. Если к вам посыпятся вопросы и комментарии, о, классно, хочу купить, или сколько стоит, а как можно это получить, вы протестировали первый раз, что это интересно, поняли, допустим, для какой аудитории это интересно, может быть, где-то ещё доделали, и тогда уже можете выпускать свою продукцию на рынок. Вот это все первые этапы для начинающих предпринимателей. И здесь, как я уже говорю, нужно включать совершенно иное мышление. Именно мышление, в первую очередь, играет роль в успехе бизнеса. Умение не только принимать какие-то решения, но и прекращать те виды бизнеса, которые уже неприбыльные и нерентабельные. В основе предпринимательской деятельности всегда должна лежать идея. Идея является потенциалом предпринимательства. Удачно сформулированная идея можно определить деятельность предпринимателя на всю его жизнь. И в помощь к этому мышлению, если у вас есть такое мышление, то все иные инструменты поддержки, а у нас есть и государственные меры поддержки, у нас есть национальный проект, сейчас все госпрограммы получили статус национальных проектов, можно получать меры государственной поддержки. Это и гранты безвозмездные, там, по-моему, миллион двести с чем-то. Это для начинающих предпринимателей. Их предоставляют центры занятости на конкурсной основе. В нашей области, в нашем городе, по-моему, пять потоков было. Более трехсот человек получили эти гранты. Я не буду говорить о качестве каком-то, я о том, что есть такие возможности. Можно получить как минимум миллион двести на начало своей работы. Это у нас были из животноводства, там по две коровы покупали где-то, интернет-магазины, СММ-услуги, фотографы. То есть сфера направлений этих поддерживаемых проектов была очень разная. Покупать можно было оборудование, начиная от ноутбука, заканчивая там какими-то печками для выпечки и всего остального. Это один вид гранта. Есть у нас еще инновационные гранты. Организатор, администратор программы управления индустриально-инновационного развития Акимата Жамбурской области, УПИР. Там сумма инновационного гранта от двух до пяти миллионов тенге. Там уже свои условия. Вообще по факту обо всех мерах государственной поддержки можно узнать в интернете. Стоит только забить. Меры государственной поддержки в Казахстане, предпринимательство, и у вас выйдут различные вещи. Но проблема немного в другом. Как работать дальше с этой информацией, как на практике ее реализовать. Если у человека, как я уже сказала, есть грантовые меры поддержки, это замечательно. Должно быть мышление. Если человек хотел заниматься предпринимателем, значит, у него какой-то потенциал есть. Ну и должно быть специализировано образование. И если у предпринимателя он хочет быстрых результатов, тогда у него есть другой вариант. Он может нанимать и привлекать консультантов. Для привлечения консультантов, это тоже мера почти государственной поддержки, есть программа Европейского банка реконструкции и развития. Они возмещают до 50% затрат на консультанта, если мужчина, собственник и руководитель предпринимательства. А если женщина, то они возмещают до 60% услуг, затрачиваемых на консультантов. В Европейском банке реконструкции и развития есть целая база консультантов. Они аккредитованы, то есть они уже прошли проверку. И там можно выбирать себе консультанта по организационному развитию, по финансовым вопросам, по IT-решениям, по бухгалтерскому учёту. Шесть направлений есть у Европейского банка реконструкции и развития. Есть женская программа поддержки предпринимательства. Она заключается в том, что Европейский банк реконструкции и развития привлекает менторов, это уже женщины с определённым успешным опытом, эксперты в каждой своей сфере, и набирает начинающих предпринимателей, женщин, и объединяет их. Ментор берёт себе менти и сопровождает в течение 9 месяцев для того, чтобы у менти были иные результаты. У меня был такой опыт в 2020 году. Мне предоставили менти, это собственница и руководитель Карагандинского молочного завода по изготовлению заквасок и йогуртов. Вы все помните, 2020 год, это когда всё был ковид, всё было закрыто, у неё сырьё должно было быть из-за рубежа. И даже в этот год она в три раза увеличила оборот и в три раза увеличила точки своих продаж. И это всё бесплатно. То есть менторинговая программа Европейского банка реконструкции и развития бесплатна. Мы работали в том числе бесплатно. Не стоит забывать, что способность предприятия производить новую продукцию ключевой фактор успеха в будущем. Разработка нового изделия одновременно с технологией требует большой подготовительной работы. Выделение значительных ресурсов на эти цели. Требуется выработка чёткой стратегии для всех служб маркетинга, чтобы своевременно объединить их усилием. Сейчас у нас ещё есть такой новый вид работы хакатон. Если я как консультант работаю один на один и у моего ментия есть только моя экспертиза, то в хакатоне всё совершенно иначе. Приведу пример. На прошлой неделе мы проводили хакатон для кофейни. Владелица кофейни хотела расширить свой бизнес, хотела что-то изменить, но не была уверена, как это делать правильно. Поэтому она обратилась к нам. А мы это те, кто мы закончили Академию Перезборки, о которой я говорила. У нас есть Альянс. Там порядка 50 человек. Это совершенно разные страны. Грузия, Латвия, Россия, Америка, Индия. Очень международная такая, скажем так, тусовка, альянс экспертов, консультантов. В разной сфере. HR, маркетинг, финансовое планирование, продажи. Как я, например, олиграционное и институционное развитие. И она обратилась к нам, чтобы понять, как ей кофейню пересобрать и заново запустить, масштабировать свой бизнес. Мы создали три команды. В каждой команде было по четыре специалиста. Это были международные команды. И мы в течение дня подготовили для нее несколько вариантов решения по ее проблеме. Получается, только наша третья команда приготовила ей четыре возможных решения. А собирая все три команды, у нее получилось как минимум 12 возможных решений, из которого она выбрала определенную команду, из которой она готова работать дальше. На этом наш выпуск подошел к концу. Повышайте свою финансовую грамотность. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok